Вы должны быть русским, понимаете, русским. Я считаю три, и тогда я буду перейти к русским. Один, два, три. Теперь продолжаем по-русски. Сегодня у нас семинар, который можно считать продолжением прошлого семинара. В прошлый раз нам что-то рассказывала Дина Боронова. Но, к сожалению, я пропустил, надо суть записи посмотреть. А вот сегодня ее ученица Анна Грудинина из МИХИ и Российского Квантового Центра нам расскажет другую работу, но только относительно к окситонным полириконом, которая называется «Пас Интегральный Прост, чтобы зонизировать энергию контроля этой системы». Анна, пожалуйста. Спасибо большое за это представление. Наверное, прежде всего, я хочу благодарить за приглашение и за, можно сказать, для меня это довольно волнительно выступать здесь. Ну, начнем. Вообще наша работа посвящена базанизации в экситонных полириконных системах, как следует из названия. Давайте попробуем подключать. Я не уверена, что стоит подробно останавливаться на введении экситонных полириконов, потому что я думаю, что они здесь были неоднократно уже введены. Но, тем не менее, упомянем еще раз, что экситонные полириконы, это клади частиц, образованные в режиме сильной снилазии между потонами джинанатори и экситонными, например, в плантовых ямах, они обладают специфическим законом дисперсии, сильно непараболичным, которое к тому же зависит от отстройки между доньями экситонной и патронной дисперсии. И поскольку экситонные полириконы являются суперпозицией патронов и экситонов, их как бы части выражаются через коэффициенты поплода, но как бы так. Итак, в целом экситонные полириконы, как правило, рассматриваются, ну, в большей части работы они рассматриваются как такие хорошие базоры. И вот такое рассмотрение экситонных полириконов как хороших базонов приводит к большому количеству красивых эффектов, будь то возрасте конденсации или возбуждения, или сверхтекучесть, вихли, селитоны и так далее и тому подобное. Однако, однако, в ряде недавних экспериментов было продемонстрировано, что вообще говоря, вот эта композитная внутренняя природа экситонных полириконов, я бы даже сказала внутренняя фермерная структура, она вообще говоря важна. И вот не так давно было продемонстрировано бакошаподобное полириконовое состояние, когда электроны дырка, они как бы формируют аналог Куперовской пары. И в еще более недавних экспериментах вообще, ну, наблюдают или имеют константу полиритонного взаимодействия насыщения, ну, или насыщения невинности, которая вообще говоря приводит к тому, что величина радиорасщепления с ростом плодности системы, она начинает уменьшаться. Понятно. Вот давайте мы немножечко подробнее остановимся для этих экспериментов, потому что это может быть интересно. Значит, я так понимаю, что экспериментаторы увеличивают интенсивность на каждой и переходят из предела, который вот у вас слева обозначен, когда произведение концентрации на квадрат воровского радиуса эксетона много меньше единицы, к случаю, когда оно немного меньше, но вроде как еще сохраняется режим сильной связи. Это вы мне сейчас говорите про полиритонный бакошаподоб. Коша, да. И правильно я понимаю, что режим сильной следы у вас все еще сохраняется, но уже что-то плохо. Давайте так сделаем. Вот смотрите, это все-таки вот эти схематичные картинки из статьи PRX, они относятся к БКШ полиэритонному состоянию. По сути дела, я, ну вообще да, на самом деле тут получается, на картинке сверху приведено, что приведено сверху в зависимости от того, в каком они режиме. Вот они называют верхнюю, получается верхний ряд, они говорят, что это БКШ режим, а нижний ряд, это вот у них фотонный лейзинг, ну как бы видно, что оно светит на фотонной частоте сильно выше, чем полиэритонный. Алексей, а можно я спрашиваю тоже? Конечно, Миша, давай. Почему? Вот условия не про сильную или слабую связь, это условия примерно как про переход МОТа, насколько они хорошие, как индивидуальные экситоны, а не как, как они там взаимодействуют с веществом, может остался и так же. Это вот произведение концентрации на А-квадрат просто означает, что, ну, они почти перекрываются. Это не про связь, а про экситоны они или приближаются к электронной дырочной плазме. Если у тебя внутри одного радиуса больше, чем один экситон, то это, наверное, уже не экситоны. Да, я понимаю, вопрос в том, что если мы говорим… Это про статистику, а не про… или про связь, а не про… в смысле, не про оптическую связь. Я хотел понять, в БКШ мы говорим о когерентном состоянии, все-таки, да, есть какая-то пространственная когерентность должна быть БКШ. Вот то, что можно… может быть переход МОТа, и вместо экситонов возникает электронная дырочная плазма, это известно со времен МОТа. Но вопрос в том, вот БКШ это или это просто плазма. В БКШ должны быть какие-то пары и должно быть какое-то когерентное коллективное состояние. Вот мне бы хотелось понять, есть ли тут какие-то признаки. Ну, просто на… Насколько я помню правильно из этой работы, которую я просто читала, но особо в упаковке не вникал, они демонстрируют в таком случае, что если бы у них было вот именно… Они говорят, что они наблюдают именно БКШ состояние, связанное с тем фактом, что если бы у них был как бы переход МОТа в коллективодырочный плазм, то они бы светили на потонной частоте, как в нижнем дырку. То есть, как бы они говорят, что покуда у нас есть какое-то излучение из полиаретонной частоты, то очевидно, как бы, токситоны не до конца развалились, если угодно. Но вообще это как бы просто как слайд, как мотивация, почему неплохо было бы получать какие-то внутренние фермерные эффекты. БСС, а внизу БСС не хватит на коже? Потому что я… Да, мне не вот и… Да, спасибо. Хорошо. То есть, это можно описать, как режим сильной связи с такими куберовскими парами стран? Да, с чем-то подобным, да. Ну, вообще, есть вот эти артические работы, вышедшие в 2010 году, и вот они описывали этот вот как Бакаша Кроссовер. Ну, как бы. Вот. Ну, вернемся опять к этим взаимодействиям насыщениям. В дальнейшем нас будет интересовать это насыщение и, соответственно, которое ответственно в том числе до уменьшения величины раба расщепления при повышении плотности. Ну, наверное, стоит сказать, что вот эта нелинейность насыщения – это чисто полиаритонный эффект, который связан именно с тем, что существует именно взаимопревращение между висторами и потомами в режиме сильной связи. Итак, ну, вообще, надо сказать, что существует много подходов и много работ, которые описывают эксистонные полиаритоны как электронно-дырочно-фотонную смесь. Самый известный, ну, наверное, и самый наиболее широко использующийся – это прямое введение эксистонного или полиаритонного оператора. Он был первым применен в основном ММО для полиаритонных систем. Но, тем не менее, это все было продемонстрировано только для нулевой температуры. Однако, вот, ну, однако, вот, стоит... Чего? Допонимте, да, стоит сгонитет. А давайте вычернем этот слайд из нашего списка. Ну, однако, в недавних работах австралийской группы было показано, что такой подход можно расширить на случай гибких экситонов. Гибкие экситоны – это когда экситонное поле содержит ряд по экситонным МС-состояниям. В отличие от жесткого предела, который, как правило, рассматривается, это когда экситонное поле – это, ну, как бы, оно образовано 1С экситонным состоянием. Вы имеете в виду группу «Единоостровская»? Это австралийская группа? Там есть, мне кажется, они работают с ней. Это «Мера Пэриш» и «Джестра Левитса». Хорошо, но лет 20 назад была опубликована в стиле работ Моники Комбиску. Да. Вот, да, вы их цитируете, но, значит, сейчас вы хотите рассказать что-то совсем другое, что-то имеющее отношение к тем… Это, по сути, дело все то же самое, но просто другой подход. В каком-то смысле. Ну, и с какими-то своими дополнениями. Ну, потому что Моника Комбиску, она составляла вот этот экситонный оператор на основе фермионных дырочных и обсуждала ситуации, когда коммутационные соотношения выполняются, когда они не совсем выполняются и так далее. Какая у нее была работа. А, значит, сейчас будет все подобное. Ну, вообще примерно то же самое, но это забегая вперед. Ну, следующий подход вообще существует, это на основе преобразования Мусуи, он был, вроде бы, был, как бы, экситонная полиэритонная система была описана в таком случае только для нулевого температуры и жестких одинаковых экситонов. Это единственная работа, которая неизвестна. Кроме того, есть подход, описывающий к экситонной полиэритонной системы на основе полупроводникового поравнения Булоха. Он, как бы, работает для ненулевой температуры, безусловно конечной температуры, но вот предел же сильной связи или очень сильной связи как-то не до конца ясен в таком случае. И нельзя не упомянуть работы группы Литон-Вуда от начала нулевых годов, которые описывают экситонной полиэритонную систему в рамках обобщенной модели ДИКЕ. Но это такое очень, я бы сказала, экзотическое описание, потому что они пренебрегают, большинство работ, они пренебрегают полностью взаимодействия между эритонами и дырками, и у них связь между ними чисто потомна. Ну, как бы это, тем не менее, все вот эти существующие, если нету вопросов, я пойду дальше. И все эти существующие подходы, они в каком-то смысле, они описывают одно и то же, они описывают бозонизацию экситонной полиэритонных систем, подведения какого-то бозонного поля или бозонного оператора. В этой связи, в принципе, наша цель, ну, сделать в каком-то смысле то же самое, только неплохо было бы учесть конечную температуру, и было бы неплохо учесть так называемые гибкие экситоны, ну, вот, как я уже ранее сказала, это когда у нас есть много НС-состояния в Экситоне. Сейчас давайте вот с этим разберемся, потому что это некий новый термин. Значит, экситон в 1С-состоянии, он имеет максимальную силу осциллятора, и поэтому для него реализуется режим сильных сверху. А тут вы хотите еще примешать какие-то другие экситоны в Экситоне? Ну... Вообще, это не новый термин, он впервые введен, якобы, понятен в работе 2000-го года. И, ну, вообще, да, гибкие экситоны – это когда у нас есть много С-состояний, а жесткие – это когда одно С-состояние. Ну, по сути дела, да, крайне верно, действительно весовые коэффициенты, вот как бы, с которыми вот эти НС-состояния входят в экситонное поле, ну, они уменьшаются с ростом в номер. Ну, тем не менее, как бы, оказывается, что они могут оказывать какой-то эффект, и, в принципе, был бы плохо и лучше. А вот, скажите, Кургин, он рассматривал именно режим сильной сверху для экситона и потона, или он говорил про статус экситона? Он осматривал, по-моему, экситонный полиритон. Это вот работа… Физик, статус физик, статус солиди, я не уверена. А Моникам Бескот со своими шеводиограммами, по-моему, там полиритонов тоже не было, в смысле не было, а были только экситоны, или я пропустил мне? Моникам Бескот, она потом и про полиритон написала. А, понятно. Но это уже меньше, чем 20 лет назад. 20 лет назад еще был экситон только. Да, но у него там с 2007 года какая-то рамка. Там, значит, проблема в том, что если у вас экситон в действительности в таком 2С или 3С состоянии, то у него меньше гораздо силы осциллятора, чем в 1С, а рамки расщепления пропорциональны квадратному форме из силы осциллятора. Таким образом, если вы образуете полиритон из этого экситона, то по энергии он окажется гораздо выше, вот его нижнее состояние, чем нижнее состояние 1С полиритона. И вроде как они, поскольку сильно расщеплены, они как-то не должны там смешиваться. Ну, мы как бы пока еще не дошли до полиритонов, образованных с гибкими экситонами, но в каком-то смысле мы, наверное, дойдем до этого, но как-то подробно обсуждать не будем. Но вот пока мы просто говорим, что давайте попробуем этот эффект учесть как-нибудь. А что он сам потом получит, ну, посмотрим. Итак, вообще мы все будем описывать, это в рамках лавновесного интегрирования по траекториям. Вообще этот подход был впервые применен для экситонных систем в работе в мельчатых киселемах, но это было применено для экситонных систем в объемном полупроводнике. Далее, ну, позднее он был приорван к двумяным экситонным структурам в работе Горбацевича и Тахатун. Ну, в общем, как бы мы будем его использовать для экситонных систем. Итак, ну, мы стартуем с действия, где PSS и PSV – это электронные фроновные поля, которые описывают нам электроны, либо в зависимости от электронной фроновной зоны. PSS – это фотонное поле. Также мы пишем в превращении между электронами, дырками и фотонами, и учитываем, ну, понятное дело, полностью-то демонисты. Итак, мы вводим в сонное поле через дельфункции и таким образом еще вводим вспомогательное поле φ. Но вот здесь надо, наверное, отметить, возможно, это не очень удачное обозначение, φ на самом деле и φ-бар, ну, и φ-чатой. Они не комплексно сопряженные, это два независимых поля, но мы вводим такие обозначения просто для удобства. Ну, возможно, это нам в будущем пригодится, а, возможно, не пригодится, но я должна про это упомянуть. Вот. Ну, значит, ввели мы вот токсикронное поле дельта, которое, ну, просто, мы, условно говоря, рассматриваем такой канал взаимодействия или такой канал для декапплинга, вот этого PSI-4 слагаемого. Тогда мы можем переписать наши действия в таком форме, посмотреть на него и сказать, что оно квадратично к эфронным полям. И тогда мы можем, тогда мы можем, тогда мы можем отинтегрировать поли. Мы еще не поняли ничего. Вот с первого в вашем уравнении какого-то вот фигизма. Дальше вы его ввели, ну, очень понятно, вы его неопределили. Вот. Ну, говоря, мы хотим ввести вот такие поля экситонные, да? Мы подставляем, условно, ну, дельта-функции в статусу. И предел, ну, пишем интегральное представление дельта-функции. Ну, с каким-то... И для этого приходится ввести два вспомогательных пози. Фи-фи-бар. Ой. Это... О, Господи. То есть это результат интегрирования. Кстати, тут почему-то в этих интегралах у вас отсутствует значок деференциал. Чем он? Это это более-то и маленькое. Фи-маленькое? Это вот... Это такой артуре, который вон там интегрируется, да? Ну, вы просто можете, да, его формально ввести, умножить, как выделить на гармировку. Ну, это как число. И функционально делать интегрирование по вспомогательному полю. Ну, что-то, что-то, что-то. Оно нужно для того, чтобы... Да, но пословом не дальше была. Ну, по-моему, если его, да? Ну, сфи-маленькое. Это самое главное. Ну, по-моему, если без него, то надо делать немножко по-другому, но сфи-маленькое удобнее. Я понимаю, вот это вот большое Д. Это дифференциал? Это дифференциал. Вот так обозначаются обычно для подхода функционального интегрирования. А экспоненте маленькое в линейной первой стекле, да? Вот это вот маленькое, маленькое, да. Это просто мы говорим, что мы ставили две дельта-функции и представили их в интегральном виде. Простите, пожалуйста, у вас фигурируют химические потенциалы. Что это означает, это рассматривание системы? У вас химические потенциалы, химические потенциалы электронов и дырок, у вас, вообще говоря, могут отличаться, вы еще вводите химпотенциалы фаблонов. Что вы имеете в виду? Это наш вопрос. Спасибо большое. Мы считаем, что, ну, как бы, пока что мы их пишем, химпотенциалы электронов, химпотенциалы дырок, у каждого свой. Ну, считаем, что в случае, когда у нас электронейтральная система и когда там, ну, масса примерно одинаковая, то будем считать, что они лежат посреди запрещенной зоны. Но химпотенциалов, химпотенциалов фаблонов, вот свой какой-то. Но вопрос, видите, как... Что, чтобы... Что по физике задается как источник? Я могу представить себе, что, допустим, у вас имеется какой-то источник фотонов, а потом уже при взаимодействии с проводником он порождает необходимое число текситонов, то есть электроновый дырок. Это одна постановка. Другая постановка, ну, я не знаю, может быть, наоборот, у вас есть источник вот этих электроновый дырок, потом уже под них подстраиваются фотоны. Объясните, пожалуйста, какая система физическая имеется в виду? Или это для вас не важно? Если честно, я не очень понимаю ваш вопрос. Если вы пишете химпотенциал, то вы подразумеваете, ну, либо... Ну, строго говоря, вы подразумеваете какой-то внешний источник частиц. Или что? Ну, вот так бы, тусским потенциалом на самом деле не очень ясно, потому что у нас вообще не фиксированное число частиц в системе. Ну, у нас фотон образуется, ну, фотон рождается в преувеличтожении электронной дырки, и из-за этого как-то недоконтанно. Мне не будет так понятно, как выбирать свои потенциалы, если честно. Так вы же хотите строить теорию, как же вы... Если вам непонятно, если честно, то как вы будете ее строить? Нет, должно быть уровень и баланс, который будет связываться... Ну, правильно. Так вот я хочу понять, что является задуманным... Поэтому они разные для электронов выбирают. Бывает, но как всегда. Если бы это свободные частицы были, можно было бы вводить два? Миш, я понимаю. Вопрос только в том, что конкретно задается. То есть подкачка чего? Фотон? Наверное, конечно. Нет, ну, они светят. У вас же полиэтон, если светить, перестать, исчезнуть на каком-то этапе. Значит, есть постоянная подкачка. Ну, как? Тогда нет необходимости писать... Нет необходимости вводить химпотенциалы электронных дырок, поскольку... Ну, как? Так, но бывает, если вы... Представьте себе, что у вас не было бы экситонов, а были только электронные дыроки. Нормально было бы ввести химпотенциал для электронов в химпотенциал для дыроки, если бы их инжектировали или оптически возбудили. Ну, квазиэквилибриум. Температура распределение, если бы это были электроны, оно термически распределилось в соответствии с перми с одним химпотенциалом, а это с другим химпотенциалом. Ну, что делать? Ну, правильно. Если вам нужно, например, экранирование экситонов свободными частицами друг к другу, значит, нужно вводить химпотенциал и делать... Какое это распределение? Она должна написать? Она не может... Коллеги, давайте докладчику дадим высказаться. Может быть, еще химпотенциал фотонов вы прокомментируете? Какой у него физический смысл? Он равен нулю или чего? Ну, в принципе... Фотоны, я бы подумал, что он должен быть равен нулю. Нет, наоборот, казалось бы. А у вас, если... Смотрите, вы сами сказали, что задается некоторое поле накачки, накачиваются фотоны. Эти фотоны порождают электронные дырки. Просто тогда... Если электроны... Для электронных дырок имеется... Для создания имеется свой дополнительный источник, но это какое-то усложнение физического, усложнение системы. Нет, никакого источника. Просто здесь записаны химические потенциалы в предположении равновесия между фотонами и экситонами. Но просто экситоны еще не введены. И в данном случае им просто создается равновесная теория, в которой источники не рассматриваются. Но нам нужен некоторый химпотенциал для того, чтобы равновесие рассмотреть. Есть ли какое-то отношение между мюс, мюб и вот этим мюпатоном? Но оно далее будет использовано где-то, я думаю. Давайте тогда дальше посмотрим. А можно я вот спрашиваю еще, Бурмистров? А да, конечно. Да, а вот скажите, пожалуйста, ну, вроде как мы привыкли, что в мацубаровской технике функционального интегрирования мы описываем равновесную ситуацию. Ну, что, казалось бы, подразумевает, что никакой накачки фотонов нет, и там химпотенциалы все-таки у этих самых электронов и дырок одинаковые, да? Вот. А вы как бы заранее говорите, что нет, они будут разные, что вроде как где-то за кадром осталась накачка, и при этом хотите развивать теорию на мацубаровском контуре, а не на келдышевском. Вот можете как-то этот момент прокомментировать? Возможно, они не очень правильно поняли, или я как-то не так выразилась. Мы не рассматриваем накачку, мы говорим, что у нас есть собственно говоря, химпотенциалы электронов и дырок, которые могут не совпадать, например, для ненуликовой температуры, если у нас массы не совпадают. Ну, как бы, смотри, как бы первая формула из первого учебника, как бы я думал тело. Ну, как бы, если мы говорим про… И то есть у нас в этом смысле никакой подкачки, у нас есть какое-то число, если угодно у нас… Но я не уверена, можно ли здесь сказать, что у нас есть какая-то что-то типа равновесной химической реакции, когда у нас химпотенциал электронов плюс химпотенциал дырки должен равняться химпотенциалу экситона, не уверена в этом, если честно. Но в целом, как бы, у нас здесь нету неравновесия, у нас более-менее все равновесно, просто не сохраняется число частиц. Ну, если угодно. Можно я просто для себя преподозу, что у нас есть три системы, это электроны, цирки и батоны, каждая из которых пришла в базово-равновесное состояние. Ну, в каком-то смысле, да. Ну, если между ними есть какое-то превращение, которое… Ну, они не имеют себя, а дневные органы. Все, давайте дальше. Ну, если это верно, то все, что написано, на коррекционном. Итак, ну, ладно. Мы рассматриваем эмоциональный канал взаимодействия. На самом деле, можно рассмотреть и прочие каналы взаимодействия, ну, какие-то плотностные или типа плотностные. Но мы будем рассматривать позже и как бы постфактум, в каком-то смысле, чтобы не загромадать выражение. Ну, чтобы выражения были очень-очень новостными. Ну, тогда мы смотрим на наши действия и говорим, что она квадратична по полям кси, ну, и значит, мы можем вполне себя отыгрировать по ним и получить вклад к действия типа трейсер-логаризма матрицы… матрицы же минус 1. и если у нас низкоплотностной предел, а мы будем рассматривать именно его, когда у нас все-таки есть эксидоны в системе, а не какое-то бакошаподобное состояние, в общем, до мотовского перехода мы рассматриваем плотность, тогда у нас мы можем разложить, ну, как бы, где-то скандартное разложение такого слагаемого и, в общем-то, посчитать, ну, сколько-то там первых членов этого разложения. Поскольку у нас матрица G0 была диагональна, а G-1 степени антидиагональна, ну, первое неисчезающее с агаром, это оно во втором порядке. И такое, в общем, там возникает вот такой, такая петля, которая имеет смысл на самом деле, он значит, что он в ракугатор. Подробным образом можно рассмотреть следующие с агаром неисчезающие, это четвертый, в четвертом порядке, ну, это будет, ей соответствует такая сложная диаграмма, но... Объясните, пожалуйста, вот я на прошлом не заметил, как появились экситоны, были электронные дырки, а вообще взаимодействие или ВК, или где-то я его пропустил в этой длинной формуле, как они связались, где было притяжение, где его, что-нибудь от него, или они вдруг стали неожиданно экситонами? Которые говоря, в колонн-сагаре взаимодействии, давайте я... Потому что у вас были химические потенциалы для электронной дыры, где колонн-сагаре? Я пропустил. Мат-жоуэн? Это последняя сагаре, первая формула. А, электростатик-интеракшн. Ну да, вот у нас было какое-то взаимодействие. А потом вы говорите, что вы придете к описанию системы, когда у вас МА меньше на порядка единицы, то есть ваш электростатик-интеракшн включает и притяжение электронных дырки и расталкивание между оба. Ну то есть оно как бы включает и расталкивание электронов. Но поскольку оно еще меньше единицы, то доминирует как бы притяжение для пар. Пары появляются от этого члена. Ну получается... Или у вас пар нету? И вы потом начинаете говорить, что у вас есть экситоны? Я вот так и не понял. Или у вас пока в этом выражении у вас есть электроны, дырки, химические потенциалы и отталкивание между частицами одного типа и расталкивание другого. То есть есть все пока? Есть все пока. То есть слово экситоны пока я не должен напоминать вообще. Вот на этапе первой формулы нет, потом мы говорим, что давайте мы будем рассматривать вот в последнем слагаевом только такой канал взаимодействия, когда у нас есть притяжение. Хорошо. Вот я это и спросил. Спасибо. Все, возможно, я прошу прощения, если я не проговорила. Итак, возвращаемся. Вот. Ну, мы получаем здесь какие-то склады в четвертом порядке разложения. Ну, они имеют какой-то такой вид. Тогда, если мы это на запись соберем и посмотрим на наши действия, которые зависит от фотонного поля, от экситонного поля дельта и от вспомогательного поля фи, но оно будет переходить. В целом, мы говорим, что вот оно содержит это не физичное поле фи, ну, и фи-бар. Ну, и так бы было бы неплохо от него эважировать, и поэтому мы делаем экситоновое приближение, находим связь между конфигурацией фи и конфигурацией дельта, и тогда можем перейти к экситоновому действию. Ну, тут мы заметим, что вообще у нас в данном случае, в данном выражении поле дельта экситонное, оно, кстати, зависит от двух импульсов. Ну, грубо говоря, от импульса электронной и от импульса дырки, ну, или можно перейти к системе центра масс и ввести импульс относительного движения и импульс экситона как в целом. Итак, ну, в общем, мы получили как бы эффективное какое-то действие, но мы до этого пренебрегли всеми как бы прочими каналами взаимодействия в полноспособлении и как бы по-хорошему надо бы их восстановить, ну, то есть надо бы восстановить вот это вот как бы то есть я еще извините я спрошу вот у вас четыре у вас на прошлом слайде было второе и четвертое второй одер это потому что электроны притягиваются дырками а четвертый потому что два экситона могут взаимодействовать друг с другом отталкиваться или притягиваться а третьего у вас не бывает взаимодействия например экситона с одним электроном в паре вот поэтому вы выбрасываете потому что вы выкинули отталкивание между одинаковыми частицами почему четвертое есть а третьего нет слабо говоря если очень цинично вот мы посмотрим на вид женон и посмотрим на вид дельта вот у вас одна антидиагональная долгая диагональная но если начинать смотреть вот такие склады которые расписаны в самой последней в самой нижней строчке я не могу показать я могу только ткнуть пальцы но я не знаю видно ли или нет нормально видно то у вас получится что женой на дельта g ну там все нечетные слагаемые такого типа первые в третьем в пятом порядке в таком случае они будут нулевые просто то есть у вас заведомо система нейтральная да то есть если бы у меня то есть этот формализм если бы у меня там немножко налито было дырок с самого начала электронов он не совсем работает совсем не работает у нас система электронейтралин да но и мы пока не учитываем того что у нас могут взаимодействовать электроны с электронами дырки с дырками я понял все спасибо можно продолжать сейчас вот на следующем слайде они начнут взаимодействовать как бы все впереди вот вот мы теперь мы говорим что вот мы выкинули вот эти два взаимодействия когда у нас могли взаимодействовать электроны с электронами дырки с дырками и говорим что вот неплохо было бы это восстановить ну вводим через преобразование хбл остановки совершаем стандарт два ну квотностных поля не диагональные и не диагональные вот мы их различаем потому что они будут приводить к существу разных вкладов ну тогда действие приобретает следующий вид как написано на слайде в этом случае мы опускаем фотонную часть действия ну поскольку поскольку она здесь не будет ни на что влиять для нас и так ну опять мы видим что у нас действие квадратично по хермионных полям и вновь мы можем отинтегрировать по ним но если мы приведемся внимательнее мы увидим что вот это матрица дельта G которая написана в последней строке она в данном случае содержит как бы она уже содержит все свои как бы элементы поэтому в данном случае у нас будет и первое слагаемое в полярвом разложении трейсовое и второе слагаемое будет ну и будет вообще сейчас на три раза вот ну первое слагаемое мы имеем как бы условия для электронейтральности системы оно должно замуляться для электронейтральных систем во втором порядке разложения мы будем иметь такое же соотношение как и до этого для между вспомогательным полем и х-полем полем дельта ну и перенормировку константы взаимодействия для разных вот этих плотностных полей которые можно схематично обозначить ну как на слайде но мы будем считать как бы на данном этапе что вот эта перенормировка констового взаимодействия она мала и так тогда мы в третьем порядке нас будут интересовать такие как бы члены которые будут замешивать между собой на макситонные поля и вот эти плотностные поля покуда мы хотим учесть какое-то дополнительное экранирование или дополнительный вклад в экспорт и экспортное взаимодействие тогда извините а можно вас перебить вы сейчас углубляетесь в такие сложные вещи у меня простой вопрос посмотрите пока вы рассматриваете электрон дырочным взаимодействием у вас формирование экситона это такой абсолютно непертурбативный эффект по взаимодействию а вы казалось а вы хотите рассматривать взаимодействие там по-моему до второго порядка или как-то так вот или я где-то пропустил для того чтобы сформировать экситон вы должны учесть вот это ваше элементарное рассыпление но учесть все порядки до бесконечности для того чтобы получить связанное состояние электронной энергии где это у вас извините пожалуйста вас в самом начале было не слышно поэтому давайте сейчас извините так сейчас слышно не слышно слышно хорошо слышно формирование экситона требует учета кулоновского взаимодействия во всех порядках правильно вот я как-то у вас не заметил того что происходит учет кулоновского взаимодействия между электронным и дырком во всех порядках такое впечатление что у вас просто как бы учитывается вот летит электрон летит дырка они немножко там где-то в процессе своего движения немножко так рассеялись вот и разлетелись вот так или не так где у вас экситоны если честно я не очень поняла почему мы хотим учитывать все как бы ну смотрите пусть у вас есть уравнение Шредингера для электронной дырки самое простое уравнение Шредингера с кулоновским взаимодействием если вы рассматриваете кулоновское взаимодействие пертурбативно то никакого связанного состояния у вас не будет для того чтобы получить так а вот как так поясните пожалуйста вы сказали что у вас возникают экситон где они возникают они возникают на самом первом слайде когда мы каким-то образом делаем декаплинг согаемого вот кулоновского согаемого возможно я вас просто плохо понимаю пока вы просто формально вводите вот эту функцию дельта ну пока да и называете ее экситоной хотя физическим экситоном она может не иметь ну вообще да пока что мы ничего не говорим про то какая дельта мы вообще пока просто ничего не знаем мы просто вот ввели какую-то комбинацию более электронной поля дырки если угодно назвали ее полем дельта и сказали что это будет экситонное поле но пока мы не получили уравнение на экситонное поле мы как-то забегая вперед сказали что это экситонное поле но вообще это еще ничем не доказывало понятно все понятно то есть как бы он пока не знает все это доходы он получает какие-то поправки понятно 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 хорошо спасибо ну может быть еще такой вопрос почему вы ну да у вас просто разложено вы считаете что эта величина мала в каком-то смысле так что у вас допустимо пертурбативное разложение вашего термионного детерминанта по этому полю дельта ну хорошо итак вот в общем-то мы получаем поправки к тому к чему мы еще сами как бы не знаем что это такое и они следующие ну вот получается у нас есть какое-то дополнительное гранирование от вот этих введенных плотностных полей для электронов и для дырок к полю дельта и мы говорим что в принципе если мы опять посмотрим на наше действие эффективное в этом случае то мы видим что она квадратична на этот раз по полю Кси и по полю Фи большой и так что мы можем опять по нему интегрировать и например после интегрирования по полю Фи которая не диагональная по полю Фи большой мы получаем вот такие слагаемые как мы видим оно имеет тот же самый порядок что и эксидон-эксидонное взаимодействие которое получалось ну в четвертом порядке разложения до случая до того как мы начали рассматривать какие-то плотностные поля а в целом в целом в литературе такие слагаемые интерпретируются такого не было это было все в рамочке такие слагаемые в литературе интерпретируются как электронный обмен и как обмен электронами и обмен дыры и обычно им представляются вот такие диаграммы но вот это мы как бы упоминаем просто чтобы сказать что вот мы можем согласоваться с результатами и как бы известными если мы говорим об обменном взаимодействии то надо что-то сказать про спин пока что вы спины нет это не обменное взаимодействие это взаимодействие которое потекает происходит вместе с обменным электроном я думаю это лучше всех вискарь в плане но тем не менее вы считаете что спин вообще никакой роли не играет пока что у нас никакого спины нет мы до спины не подойдем я думаю что спин половина состоит и все частицы с одним спин будет половина ну вообще в термодинамическом равновесии которое предполагается когда будет таким потенциалом вроде бы должно быть одинаковое количество электронов с разными противоположными спинами и тогда кто-то из них там будет получат вот этих процессов кто-то не будет наверное это привезет ну хотя бы к такому рецепту типа 1-2 соответствующим членом ну мы пока пренебрегаем спин мы пока рассматриваем какую-то самую ситуацию что можно придумать потом мы навесим спины конечно но это будет позже возможно какое-то просто расстояние терминологии возможно я просто не поняла ну это взаимодействие как бы кулоновское на самом деле вот эти слагаемые отличают ну как бы кулоновское но которое происходит с обменом как бы дыр или с обменом электронов вот простите напомните пожалуйста куда у вас спрятались химпотенциалы электронов дырок в вашем формализме пока что они сидят ну как они так или иначе где-то спрятаны в выражении гпетей которые там во втором в третьем четвертом порядке вот ну например здесь вот есть такое таинственное обозначение пи 1 2 1 и пи 1 2 2 которые были введены на двух слайдах на слайдах я не уверена а нет я не привожу прощения выражений для них но там они содержат вот эти химпотенциалы вот ну то есть пока ой я я я я ну пока в общем мы получаем просто какие-то выражения и как сказать химпотенциалы будут учитываться вот как-то вот этих пи и они на самом деле будут еще как-то учитываться в дельте когда мы определим что такое дельте когда мы будем искать нафигурацию дельте вы говорите что вы восстановили известный для кситронного отменного взаимодействия перед этим вы сказали что когда вмене кситронные поля то исключили то есть оставили вот часть кситронного взаимодействия которая электронный ручная а значит там электронный электронный и геркодырочная потом добавили вот у меня вопрос когда без такого экстрактураганского подхода рассматривается оператор значит кулоновский он состоит из суммы четырех членов где есть электронный взаимодействие 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 а здесь у вас есть электронный взаимодействие 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 для электронов и геркод из главных эксетонов оно поедет поднее на самом деле оно это не то объемное взаимодействие это программа подробное так погодите тогда я вас не поняла что вы имеете ввиду электроны вот смотрите у нас пока что здесь есть только отталкивание ну условно это какой-то конус взаимодействие между электронами и подруга между геркод с другой стороны если я правильно вас поняла вы как бы спрашиваете где электронные дырки когда электронные дырки взаимодействуют вот я говорю оно появится позднее я думаю что просто нужно прокомментировать что заголовок этого слайда other pairing channels то есть тут просто кусочки какие-то отдельные рассмотренные кусочки от всего на этих кусочках вот эти кусочки от табу потенциала где 4 слагаемых а на других слайдах появятся другие кусочки от того потенциала где 4 слагаемых это все ну Ваня говорит что для каждого такого кусочка электронного обмена дырочного обмена нужны все 4 слагаемых в потенциале взаимодействия я поняла что это типа 2 кусочка из 4 то есть они тоже есть они все тоже появится прямое а еще через несколько слайдов еще электрондырочное возможно я просто хорошо ну если мы проинтегрируем по полюси то мы получим слагаемый который можно интерпретировать как прямое взаимодействие которое происходит без обмена ну вот его в литературе интерпретировать как прямое взаимодействие мы называем его Вантербайсовым но поскольку оно описывает взаимодействие с пенсионов как целого и рассматриваем его в принципе как поправку по взаимодействие между полем для поля дельта взаимодействие это взаимодействие через возбужденное состояние с каким-то дипольным моментом например через п состояние тут вы я так понимаю рассматриваете только с состоянием пока мы еще никакие состояния не с а ну нет мы рассматриваем состояние прошу прощения но возможно это не очень удачное название что это Вантербайс но тем не менее для нас существенно важно здесь что на предыдущем слайде у нас взаимодействие вот тоже дельта в четвертой степени дельта 4 и здесь дельта 4 но они какие-то существенно разные вот это для нас как бы наверное более важно ну просто вам надо было как-то назвать эту поправку та поправка от экранирования а эта поправка ну если походу тут эстонное взаимодействие вполне себе как целое то мы как на нейтральные какие-то частицы то мы назвали ее Вантербайс возможно это неудачное просто в принципе казалось бы ваша дельта действительно содержит информацию обо всех экситонных обо всех состояниях двух частиц вы же не конкретизируете что выбирается дельта отвечающая основному состоянию пары у вас там есть возбужденные состояния и вообще состояние непрерывного спектра так что тут пока пока еще экситонов то нет ну пока нет мы пока как-то такое поле и пока еще не знаем просто вот конкретно экситонов состоянии пока нет пока что у вас все состояния двух частиц в этом дельта спектра мы подозреваемся там будет много каких-то состояний поле дельта вот сейчас на следующем сайле мы посмотрим какие они давайте потому что у нас не так много времени вы мне тогда скажите сколько времени ой ладно тогда вот тогда если мы соберем все что мы получили до этого и скажем что пора найти конфигурацию поля дельта и тогда мы делаем приближение цедловой точки для патронного трицетонного поля и получаем два уравнения в принципе мы можем вытащить подставить патронное поле выразить патронное поле через второе уравнение подставить его в первое и получить что-то вроде уравнения бета-сальфета которое содержит в себя которое содержит температурную зависимость которая стоит в электронной wrong а также содержит какую-то добавку от от взаимопревращения с фотонами, которые также содержат зависимые дополнительно от экситонного импульса К. В общем случае это уравнение, наверное, можно решить, подставляя какой-то такой ансенс, выбирая, где кси, где ксинюты, это состояние экситона, ну, как бы экситонное состояние ню-эс. Мы пока будем его интерпретировать так. Простите, у вас написано в верхней строчке small параметр expansion. Какой параметр? Вот мы рассматриваем самый низший параметр по дельтам. Дельта это все-таки что-то не очень большое у нас. По идее, вот мы там получили и получается здесь должно быть еще что-то типа дельта куб стоять слагаемое, ну, которое взаимодействие кситону к кситону. Но мы считаем, что вот эта поправка от него мала. То есть, дельта это плотность кситона? Ну, да. Это кситонный поле. Я ответила на ваш вопрос. Почему плотность? Дельта это не плотность. Ну, дельта это как бы как. Ну, это имеет смысл кситонного поля. Ну, пока как бы, наверное, не надо называть это плотностью, действительно. Малые параметры на квадрат. Кто пока не кситонный? Нет, почему? Нет, я на квадрат. Ну, если вы говорите кситонное поле, то не совсем понятно, что вы имеете в виду. Отсюда возникает уточняющий вопрос. Что такое кситонное поле? Это же не электрическое поле, которое кситон создает. Это что-то другое? Ну, вот это вот. А, вот в чем проблема. Кситонное поле это в том смысле, что вот мы, когда пишем действие, это какой-то полевой подход. Мы там везде пишем, что это все поля. Все поля Пси, вот эти вот поле Дельта, поле Фи, это все поля. А почему на квадрат это не плотность кситона? Ну, мы самое что ни на есть плотность кситона. Это на квадрат, конечно, да, плотность кситона. Ну и все, она маленькая. Ответ. Я и говорю, на квадрат малый параметр. Все, плотность маленькая. Ладно, я могу двигаться дальше? Да, да. Все хорошо. Ну, можно рассмотреть какие-то пределы вот этого уравнения. И для начала можно рассмотреть пределы низкотемператона формально нулевым. Тогда у нас получается числитель для кситон-дырочного пропагатора обращается в единицу и получается вот такое уравнение, которое можно решить через Бериновские функции. Ну, в каком-то таком отзорце, где кси-ню состояние это ню-эс состояние кситона. Ну, вот в принципе или там водородное или водородоподобное в зависимости от того с каким потенциалом, какой потенциалом нашей системы. Ну, тут мы вводим и такое вот обозначение довольно громоздкое для 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 кси-тон, для уроба говоря, для движения, для кситонного поля, которое как целое на этот раз. Вот. Тогда мы можем переписать наше действие. Оно, мягко скажем, громоздкое. И выделить здесь две нелинейности. Экситонная нелинейность и нелинейность связанная с насыщением. Но вот нелинейность связанная с насыщением, если мы на нее посмотрим, то мы увидим, что она пропорциональна вот этому же R, который описывает туда вскоре взаимопревращение между эвитонными дырками и фотонными. И это вот, если мы на нее посмотрим, то мы можем в принципе ее интерпретировать как экситонно-посредованную, экситонно-фотонную связь, ну, или взаимопревращение. Давайте вот немножко о психологическом смысле. Есть полиэтонные такое понятие как пейс-пейт-пилинг, которое приводит к уменьшению силы осциллятора экситона и уменьшению радиорасщепления. Вот это термионный эффект, связанное с тем, что вы дополняете базовое пространство электронными и у вас остается меньше свободы для того, чтобы построить экситонную луновую пухню. Это достаточно хорошо изучено и вот спрашивается вот это оно или не оно? Ну, по форме оно очень похоже на самом деле, но, наверное, по физике это не совсем оно, потому, что как бы оно происходит, вот это слагаемо возникает, потому, что мы учитываем как бы дополнительно взаимодействие с фотонами, хотя, может быть, хотя, может быть, это и оно, потому, что, условно говоря, слава сказать. Давайте на зависимость от химпотенциала посмотрим. Тут как-то она в явном виде не читается, но вот когда это поправка, она должна быть тем больше, чем лучше химпотенциалы аналитонки. Вот здесь ой, вот здесь мы использовали, ну, вообще, надо прокомментировать здесь, что если посмотрим вообще на это действие, то оно содержит эти суммы по мс-состояниям и, в принципе, ну, это какое-то существенное отличие. То есть, мы говорим, что если у нас, если мы честно учитываем в уравнении типа ванье вот это наличие дополнительного поля, которое создает дополнительный как бы дельт-потенциал в пространстве, вообще говоря, как бы, как бы, как источник, то у нас вообще нельзя, грубо говоря, ничего промегулировать один из стонного состояния, у нас где-то держится судно. А по поводу химпотенциалов, наверное, надо сказать следующее, что вот здесь в этих выражениях мы использовали, как бы, мы считали, что у нас между, что у нас в взаимодействии, вот это превращение электрона и дыры в экситрон, это что-то вроде равновесной химреакции, и тогда для равновесной химреакции можно записать уравнение, типа, мюэлектронов плюс мюэкситронов дыроки равно мюэкситронов. И поскольку у нас уже для экситонов и потом сохраняется число частиц, то, ну, мы тут так бы пишем везде один химпотенциал ну. Ну, как-то так. Если вы меня спрашиваете по химпотенциалам. Не, ну, все, по-моему, дело в том, что разложение под дельтой, все-таки дельта приближается к единице, но снизу. Поэтому дельта в более высоких степенях. Мне кажется, что когда по-настоящему начинается фейс-пейс-филинг или там паули-блокинг, это ну, или может быть в первом приближении, когда он чуть-чуть, по-моему, главное там, что более высокие степени по этому дельта, что концентрация, конечно, чуть-чуть больше, чем много меньше единицы, но по-прежнему меньше единицы, и экситоны хорошие частицы, мне кажется. А взаимодействие только между экситонами. Может быть, я ошибаюсь. Ну вот физика вот этого фейс-пейс-филинга состоит в том, что, допустим, если у вас ну и электронов и дырок, то ничего, кроме 1С состояния экситонов у вас не будет. Но дальше вы начинаете заполнять падовое пространство и выясняется, что в этой 1С волновой функции присутствуют пулье-компоненты с маленькими волновыми векторами, которые исключаются из игры, из-за принципа Павли. Алексей, вы, поскольку уже знаете, в смысле, хорошо знаете про этот фейс-филинг, у меня, может быть, вы ответите на такой простой вопрос. Вот я знаю точно, что в двумерном случае в координатном представлении у меня всегда есть связанное состояние частицы. Если я начинаю делать кей-спейс-филинг, это значит, что я ограничиваю в своем потенциале мои кей, маленькие кей, я обязан выбросить, потому что они запрещены принципом Павли. Я могу разрушить связанное состояние между двумя частицами или сделать его таким мелким, чтобы оно превысило размер системы, и я считал бы мои две частицы больше не взаимодействующими. Или как бы я кей-спейс-филинг не делал, двумерные частицы все равно притягивающие остаются связаны. Что современный прогресс? Лиша, мне кажется, что переход в МОТО за счет кей-спейс-филинг не объяснить. То есть всегда будет какой-то бесконечно мелкий уровень связан. Все, спасибо. Хорошо, я согласен. Наверное, это правильно. Давайте дальше. Ладно, хорошо. Ну, в принципе, мы говорим, что давайте рассмотрим жесткий эксистонный предел, и, грубо говоря, когда... Что такое жесткий эксистонный предел? Реет эксистонный предел, как правило, рассматривается в литературе, и заключается в том, что мы выкидываем рассмотрение, ну, как бы не выкидываем, а рассматриваем, как возмущение, садарма, которая отвечает связь между электронами и фотонами в первом уравнении. Тогда наше уравнение, ну, это же уравнение ванье, но почти стандартное, только в зависимости от температуры. В таком случае мы, в принципе, можем решить это в таком анзаксе, где хи от п это какое-то 1с эксистонное состояние, и это называется в литературе жесткий эксистонный предел, вот именно это. Если мы еще упростим себе задачу и рассмотрим Т0 и жесткий эксистонный предел, то мы получим стандартное уравнение ванье со стандартом решения, и мы получим в таком случае вообще суперобыкновенную основную волновую функцию, которую описывает в основном состоянии эксистона. Ну и в том того мы можем в таком случае получить связь между эксистон-фотонной скоростью взаимопревращения и эксистон-электрон-дрешенфотонной. Ну, это так. Для справки. Вот. И тут как бы вообще надо заметить, что в таком случае, если мы посмотрим для жесткого эксистона при нольевой температуре, мы посмотрим выражение для С4, как бы для Сагаева, которое получалось у нас из 4-го порядка разложения, и так получалось петля R, обозначенная R. Она имеет такой вид в таком случае. Если мы возьмем ее, как бы, если мы ее будем рассматривать с учетом вот этого седрового уравнения, где предполагаю, что Сагаева в зеленой рамочке маленькая, тогда, ну, зеленая рамочка появится позже, а вот лидирующая Сагаева это Сагаева фиолетовая рамочка. Оно, и надо в таком случае еще, конечно, учить вклады от экранирования, которые были низкими Сагаевыми рамочками. Тогда, вот это фиолетовое Сагаевое нам даст электрон-дылочный обмен. Это получается вот это, оно нам даст конуское взаимодействие, которое, ну, происходит с обменом электронного дырка. И, также, ну, если тут будут какие-то добавки от обмена с электролионом и обмена дыркой, ну, которые, получается, выражение реанима не выписываем, но приводит диаграмм. Ну, вот как бы мы можем в каком-то виде согласоваться с тем, что в верхней температуре. Тогда мы можем переписать наше действие в более-менее знакомом виде, где введены матричные элементы полность взаимодействия и негменности насыщения. Еще раз черпнем, что первое происходит от полном взаимодействия, а второе происходит из-за того, что мы рассматриваем взаимопревращение как бы взмущение сучу в этом сголовом уравнении. В это что еще раз сейчас? Вот это В? Вот это В. Это полном взаимодействие. Ну, или келдышевское взаимодействие. Ну, как бы какое-то взаимодействие между электронами дэрками или между электронами электронами. Электростатическое внимание. Вопрос зависит только от одного монообъекта. То есть, чего сейчас конкретно взаимодействие учитывается? Еще раз обращаюсь к вопросу. Так, вам непонятно, почему этого и этого? Нет? Ладно, тогда не угадала. Сейчас физически оно почему описывает электронов с дырками взаимодействия? В данном случае, когда мы получали уравнение, вот мы получили вот такие уравнения на конфигурацию поля дельты, кситонного поля. Вот из этого уравнения, вот условно говоря, из такого уравнения мы получаем вид поля дельта. Мы получаем, как бы, условно говоря, зависимость дельта от Q или от P. Обратите внимание, у нас вот это... Просто притяжение. В каком смысле, да. Но откуда из них берется обменное взаимодействие, все-таки не очень понятно. Вот смотрите, мы определили уравнение, которое определяет нам конфигурацию дельта, которое нам определяет как бы фибрацию кситонного поля, которое зависит от как бы внутреннего движения внутри кситона, и движения кситона как целого. Потом мы говорим, что вообще вот здесь вот мы уже будем учитывать то, что мы знаем вот эту конфигурацию вот на этом слайде. И мы говорим, что если мы посмотрим на выражение для петли в таком случае, то мы можем вот это вот, вот это садаемое дельта 4 рассматривать ну как бы с учетом вот этого уравнения. Возможно, я отвечаю не на тот вопрос, на который надо. Дело вот в чем. Дело в том, что я правильно понимаю, что не очень понятно, что это взаимодействие того с кем. формальное соответствие. То есть говорится про электрон, про взаимодействие кситонов через электрон, обмен электроном или дыркой, но с другой стороны как бы вот в этом фиолетовом слагаемый и про то он кситон. Да, садом был равнен. Ну это просто уравнение ванье, по сути дела. Вот если это закрыто, это уравнение ванье, которое описывает, ну в принципе. Все, я тогда очень неправильно помню. Окей. Наверное, как бы это было как он у нас судьбой тебе становится. Итак, ну в общем, как бы то не было. Ну если мы пренебрежем всеми импульсами кситона как в целом. А все, сейчас пошел? Ну у меня еще типа 13 слайдов. Нам надо принять какое-то волевое решение. Да, давайте я его прыгну. Я вам даю еще 2 минуты, о том, чтобы вы сформулировали и было это института. Хорошо. Ну давайте тогда, наверное, перейдем сразу к заключению. Наверное, да. Вообще, ну говоря, наш подход, который как бы позволяет... Ну вообще мы развили описание тестом-политонной системы на языке функционального равновесно-функционального интегрирования. В принципе, наш подход позволяет учесть не нулевую температуру, гибкий эксистонный предел, а также принять усмотрение спины. В целом, надо сказать, что мы можем даже получить какие-то значения достанта взаимодействия при ненулевой температуре. И мы можем сказать, что эффект, в принципе, следующий. У нас с ростом температуры значение достанта взаимодействия растет, но это мы можем получить только при условии дополнительного ограничения. когда мы предполагаем, что эксистонный момент как бы, как целого, намного меньше, чем импульс относительного движения электронной дырки внутри эксистона. Кроме того, один из важных итальянных выводов в нашей работе это то, что мы можем учесть спин электронных дырок и можем показать, что ради расщепления в таком случае также зависит от плотности темных эксистонов, которые не связывают со светом, но, тем не менее, повышение плотности темных эксистонов приводит к понижению ради расщепления и, в принципе, это, возможно, как-то может объяснить какие-то существующие несоответствия для экспериментальных данных для значения константа взаимодействия, которые для одноделки нехотяшных материалов вообще отвечают на два-три порядка. Ну, на этом все и спасибо за внимание. Да, хорошо, спасибо. Ну, что, давайте вопрос. Ну, у меня вот такой вопрос. Вы стартовали с того, что вы разбили систему на электроны, выки и потоны. Для каждого у вас выкин потенциал задали. А потом, в какой-то момент у вас, они объединились, пока не выговорили, на электронный пыльок, что это цифра. Ну, если мы говорим, что у нас есть какая-то равновесная самореакция, так, ну, можно сделать. По-балански. Ну, это... Ну, вот это вот такой, на самом деле, довольно ответный вопрос для нас. Можно? Полунофи на комментирует, что имеется в виду? Раньше была у вас система потенциала электронов, потенциала дырок, а теперь... Ну, у нас будет потенциала электронов и потенциала дырок. Ну, допустим, у нас, если массы не сильно отличаются, то, ну, они равны, лежат в середине запрещенный дырок. Да? Ну, условно говоря, что... Ну, мы говорим, что если у нас электроны и фотоц... электроны дырок связываются и рождается экситон, это как будто какая-то равновесная химреакция. Ну, то есть, где-то мы это используем. И, ну, для приведения формы какого-то более гадкого виду. Да, мы можем сказать, что мю электронов плюс мю дырок равно мю экситон. Вот. Я об этом все понял. Можно я тоже спрошу, если... Или очередь есть? Вот мне понравился язык, на котором Алексей говорил. Значит, у вас есть электроны, дырки. Вот если рассматривать... Есть, значит, химпотенциал сумма. Если рассматривать ваш этот эффект как фейс-спейс-филинг, ну да, темные экситоны тоже вносят вклад в фейс-спейс-филинг, уменьшают энергию силу осциллятора, там, энергию связи, и, значит, есть влияние плотности. С другой стороны, есть простое явление, как томос-ферми-скрининг. Вы можете его делать свободными электронами, таких у вас нет, но вы можете... Как он делается? Вы в силу вставляете градиент химпотенциала. Как бы по сумме МЕМ, ЭМХ можно тоже сделать эффективное экранирование взаимодействия. Они же диполи, они же, они с одной стороны, конечно, нейтральные частицы, но с другой стороны, МА у вас хоть и меньше единицы, но приближается к единице. Вот то, что описывает ваша полевая система, это чисто фейс-спейс-филинг, или отчасти экранирование кулоновского взаимодействия такими парами с конечным размером, или только фейс-спейс-филинг. Я понятно задал вопрос или нет? Вот честно признаться, я не уверена, что это вообще этот эффект по какому-то, мне кажется, он иммигрирует по фейс-спейс-филингу. Конечно, фейс-спейс-филинг, потому что если у вас темные экситоны входят, или может быть у вас вообще никакого фейс-спейс-филинга, а наоборот, это экранирование экситонами из-за того, что они композитные частицы как бы имеют заряд. Я думаю, что это именно фейс-спейс-филинг, потому что температурная зависимость на это указывает. Это именно. Температуру, вот ты размываешь фермифункцию, эффект вот этого паулин-принципа запрета становится мягче, и поэтому у тебя восстанавливается сила осциллятора. И вот они это и говорят. А если бы в гранировке было бы еще наоборот, чем быстрее они двигаются, тем сильнее они раздергивают этот экситон. Может быть. Можно задать вопрос? Да, конечно. Я хотел бы задать вопрос и скорее это комментарий учету членов четвертого порядка по дельте, то есть членов, связанных с экситон-экситонным взаимодействием. Я боюсь, что их вот так, как написано, вряд ли можно использовать эти выражения, чтобы получать какие-то константы, реальные константы экситон-экситонного взаимодействия. Связано это вот с чем. Смотрите, вот это формальное разложение по дельте, ну это и есть формальное разложение. На самом деле, вот если вы рассматриваете двухэкситонную задачу, экситон-экситонное столкновение, допустим, то у вас эффекты взаимодействия происходят, как правило, на близких расстояниях, а не на дальних, потому что из-за того, что экситоны ну или нейтральны, и тогда у них потенциал взаимодействия гандербайсов единицы на р в шестой, ну скорее всего так, то есть столкновение происходит на малых расстояниях, порядка размера экситона, а тогда уже приближение, так как два экситона близки друг другу, приближение низкой плотности в этом смысле отказывает, то есть приближение низкой плотности говорит вам о том, что такие столкновения малы, редки, и в этом смысле есть какой-то параметр там n в кубе на константу, какую-то неизвестную вам константу экситон-экситонного взаимодействия, ну и в общем, что будет, то будет, но вот саму эту константу экситон-экситонного взаимодействия таким образом получить нельзя, и описать вот это столкновение двух экситонов разложением до четвертой степени по дельте, мне кажется, тоже нельзя. Возможно, я это проскочила, если я правильно понимаю ваш комментарий, возможно, я понимаю его неправильно, дело в том, что мы можем получить матричный элемент взаимодействия, ну вот при разложении, когда мы разлагаем все это до дельты в четвертой степени, условно говоря, когда мы определяем конфигурацию дельта, то мы можем потом, просто взяв интеграл по относительному импульсу, получить матричный элемент взаимодействия экситонов с импульсом К1, К2, К4, Нет, 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 просто я хочу сказать, что само вот это разложение для столкновения экситонов, оно неправомерно, потому что в момент, когда экситоны сталкиваются, их концентрация, так сказать, она, ну они рядом, они сталкиваются на малых расстояниях, поэтому такие процессы редки, поэтому их можно их относительный учет, ну они не приводят к большим эффектам, но сама, скажем, сама амплитуда разлета этих экситонов, а вот только это вы и можете посчитать, вы с помощью такого разложения по дельтам 4 не сможете получить, вот я боюсь, что вот это разложение по дельтам 4 не даст вам правильную амплитуду взаимодействия двух экситонов, амплитуду рассеяния, борговскую амплитуду рассеяния, она вам не даст правильную, потому что у вас откажет разложение по малым дельтам в момент, когда они сталкиваются. То есть вы хотите сказать, что нам надо учитывать весь это разложение? Ну, как всегда, как атомное становение, вы же не можете вот два атома сталкиваться, видите, у них там каша на близких расстояниях, никакого приближения там малой плотности, даже когда этот газ очень разреженный, там не работает. То же самое будет у вас. Да нет, просто вы ничего не посчитаете. Это дохлая задача. Спасибо за комментарий, я думаю, что доклад с собой. Что-что? Ну, кстати, за комментарий, мы поднимем. Хорошо, ну что, дорогие коллеги, уже живут как верный нас видят, говорит, что пора нам поблагодарить еще раз докладчика. Спасибо. 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 Абрикосовский начал наших именей. Спасибо. Вот на этом я завершаю, закрываю этот семинар и приглашаю дорогие коллеги разбегаться у нас сегодня. вот на.